Ну что, всем привет, бандиты. Ну что, всем привет, бандиты. Сегодня я решил записать такое экстром-видео. Разбираю матрицу. Разбираю матрицу во дворе. Борюсь с перебилом. Достал термостат. Сразу покажу, ребятки. Вот, обратите внимание, какой был термостат. Весь соржавевший. Руками мне не удалось его как бы сжать. Может быть, у меня руки такие слабые. Но, скажем так, я его буду варить. Смотрите в рубрике, скажем, эксперимент на канале. Сравню новый, сравню вот этот бэушный, протестирую. Буквально два слова, ребят, как, значит, добраться до термостата, как его снять. Находится он здесь. Достаточно в удобном месте, не нужно много чего разбирать. Но для того, чтобы его отсюда достать, необходимо слить жидкость. Для того, чтобы слить жидкость, вот здесь стоит площадка, стояла под аккумулятор. Вот она. Вот она. Достаете аккумулятор. Все раскручивается элементарно. Здесь стоял вентилятор. Вот одна клипса здесь снимается с него. Крепится вентилятор здесь двумя болтами. Раз, два. Не, точнее, вот. Раз, два. Достается. И вот он, нижний шланг. Раскручиваете. И прямо во дворе можно аккуратненько слить, скажем так, жидкость. Ну, здесь еще какие-то навесные здесь были. Это вообще элементарщина. Все, сливаете жидкость охлаждающую и получаете доступ сюда вот к двум болтам. Ну, точнее, доступ у вас сразу есть, но у вас жидкость, по крайней мере, не польется ни на генератор, ни еще куда-то. Два болта на 12 отвинчиваете и получаете вот такую игрушку в руках. Все. Чем закончится, друзья, история с термостатиком. Смотрите у меня на канале. То есть я в комплексе буду разбираться с системой охлаждения Hyundai Matrix. Наша задача сделать так, чтобы он перестал непонятно как-то греться. Напомню, что у меня симптомы были такие, что температура доходит до красной зоны и затем опускается до нормального уровня. Ну, скорее всего, что вентилятор охлаждает, то, что пытается, скажем, перегреться. Моя задача разобраться, что к чему. Самое банальное, скажем честно, это вот замена термостата, но не факт, ребят. Не факт, и я как-то сомневаюсь, дело только в нем. И вообще в нем ли, то есть эксперимент покажет, открывается он в кипятке или нет. Все, ребятки, решил записать такой короткий ролик. Может быть, кому-то он будет полезен. В принципе, устройство автомобиля и вообще система охлаждения тачек, да, оно как бы, в общем-то, одинаковое. Ну, точнее, схожее у многих автомобилей. Думаю, вам это видео будет также полезным. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, всем удачки и пока! Ну, ребятки, хотел бы показать вам антифриз, который мы слили из автомобиля, который полтора года стоял. В каком он состоянии, в какой консистенции и какой на донышке у нас осадок. Это, ребята, реальный трабу. Ну, хорошо, что я сюда, в общем-то, достаточно вовремя залез. Конечно, ни один термостат в такой жиже, в такой ржавой, скажем, воде, или же это антифриз, или что-то, тут уже, в принципе, все разложилось на фракции за полтора года от стойки тачки, скажем, на улице, да. Ни один термостат, конечно, правильно работать не будет. Да и в целом идет засирание каналов в двигателе, в головке блока цилиндров и так далее, тому подобное. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok